Итак, здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программы «Ижалко» и мои ведущие Саня и Лёха, как в общем-то и всегда. Но и сегодня нашим экспонатом является во многом легендарный диск один из народных, так сказать, широко известных диск – это «Гранц». Причем это оба варианта базового варианта. Базового варианта, да, но называются по-разному. Так скажем, «Гранц Трипл Вуд» и «Гранц Фэмили Резерв». Причем производитель позиционирует, ну, вроде как это одно и то же. Потому что изначально был «Фэмили Резерв», «Трипл Вуд» появился, ну, относительно недавно. И как бы его заменил? Как бы его заменил, да. Когда заходишь на официальный сайт «Гранц», там написано «Трипл Вуд» это, ну, дословно говоря, это то, что вы знали как «Фэмили Резерв». То есть, грубо говоря, просто поменялся дизайн. Вот, сейчас мы и узнаем, это действительно ли это одно и то же, отличается ли чем-то по вкусу, по аромату и, ну, действительно, это один и тот же напиток или все-таки это два разных. Хотя, на самом деле, мы слышали о том, что поменял составку пожар, несколько, мы просто не знаем, насколько. Ну, это все-таки, кстати, да, ну, это уже из каких-то неофициальных источников, так скажем, информация была. Ну, то есть, официально производитель, насколько я знаю, такого не заявлял. Может быть, и заявлял, но... Вот я такого, честно говоря, не помню. В общем, производителям этот напиток заявлен как, в общем-то, один и тот же, как минимум аналог и позиционируются оба как базовый вариант виски. Но при этом, по всей видимости, они все-таки отличаются, недаром у них даже разное название. Я, конечно, не силен в шотландском законодательстве по части виски, но, сдается мне, что если бы они произвели просто, скажем так, окребление, то есть, поменяли бы поменять бутылку. Бутылка, картинка, чисто оформление, они бы, скорее всего, даже не стали менять название. То есть, если бы поменялось название, в последнем, если действительно сменился состав пожар. Скорее всего, да. Вот, ну, давай. Ну, что же. То есть, я представлю пока, что более ранний Гранс Triple Wood. Ты пока открывай, вот у нас Triple... Ой, я представлю фейминный резерв. Triple Wood у нас вот в таком подарочном варианте. У меня, на самом деле, таких вот бокалов Грансовских очень много. Порядка десяти, наверное. Ну, потому что есть... В общем, мы взяли не как Гранс. Да, мы, тем более, Гранс пили довольно много. Причем мы пили в основном Фэмили Резерв, потому что именно Фэмили Резерв продавался вот в таких вот подарочных упаковках. Осторожнее, да. Вот, что очень приятно, у Гранса такая интересная форма бутылки и точно такие же бокальчики. Тоже интересные. Из неприятного. Тут у нас 0,7. Тут 0,5. Изначально, когда мы покупали Фэмили Резерв вот в таких вот... В такой подарочной упаковке Фэмили Резерву было 0,75. А вот 3,5 почему-то стал 0,7. Неприятно. Кстати, сама форма бутылки изменилась. Тут видно, что они, несмотря на разный объем, почти одинаковые. Она просто самая шире, да. Да. Дело в том, что мы изначально... Гранс был повыше. Он был точно такой же толщины, ширины, но он был повыше. А тут, да, ее сделали более такую круглую. Ну, смотрится похуже, на мой взгляд. Чуть-чуть. Ну, это не принципиально, да, это уже излишние придирки, наверное. В целом, вкус. Да. Блендед скотч виски The Family Reserve виски шотландский купажированный Grand Family Reserve объем 0,5 объемная доля тела спирта 40% состав вода питьевая подготовленная зерновые и солодовые дистилляты выдержанные 3 года пищевая добавка пищевой краситель Е-150А но, в общем-то, стандартный состав купажированного виски Шотландского производит изготовитель William Grant и Sons дистиллерии Limited Страна происхождения Соединенных Королевств Великобритании и Северной Ирландии Место нахождения The Glynfidic Distillery Ну, там же, где, собственно, Glynfidic Single Mold или просто Mold Single Mold Glynfidic собственно производится Да, ну, собственно, Дистиллерия William Grant и Sons является правообладателем The Glynfidic Distillery Ну, да. Так, ну, в общем-то, все. Ничего больше интересного тут не написано. Вот, собственно, что они еще могут тут написать. Давай, ради интереса, посмотрим, откуда у нас стаканы. Ну, кто производит эти стаканы? Производит Италия. Италия. Да. Изготовлена Barneoli можно можно даже сказать отца. Узнаем, насколько они друг от друга отличаются. Сейчас оценим аромат сразу же и через какое-то время, потому что виски все-таки, как правило, со временем аромат меняется. Ну, буквально пару минут. вот, да, после того, как он подышит. Аромат пока слабоват. Причем, на мой взгляд, сейчас больше, наверное, по аромату Сободова дистиллята выпирают. Да, пожалуй. Сейчас он, конечно, подышит, он немножко изменится. Да, даже как будто бы напоминает, правда, чуть-чуть, некоторыми нотками, к счастью, не полностью, мало качества натечественной виски, которую мы, собственно, недавно записывали. Ну, нет, я бы не сказал. Вот тут как раз, вот тут чувствуется, что дистиллята натуральная. То, что там было, там было, возможно, состав там тоже был натуральный, но вот ощущалось все максимально химозным. Реализация, да. Да. Это бесится. Ну, что ж. Ну, в целом, их надо сравнивать, конечно, между собой. Ну, давай сначала оценим. А может, действительно, принести еще бокал? Ну, в целом, да, чтобы и сразу подышал, сейчас я принесу еще два точно таких же бокала, и мы сразу же оценим их вместе. Итак, мы возвращаемся с некоторого технического перерыва. Собственно, я тут немножко навил Triple Wood, вот эти два бокала. вот эти, да? Да. Собственно, выработали с позолоченными. А, кстати, они даже отличаются, бокалы-то? Да. А вот старые, белые, да? Ну, в смысле, новые, которые бы часто открыли. Белые. да, это то, что только что. Я, кстати, даже не заметил. Вот я принес, да, эти бокалы действительно позолочены, эти вот надпись исключительно белые. Ну, хорошо, не спутал. В данном случае даже хорошо, да, то, что теперь есть разница. Ну, что ж, да, это для того, чтобы надышался напиток, и мы, пожалуй, что, давай все-таки с три полунины начнем. Нет, я не роман. Я оцениваю. И, давай, представь этот. Там состав, скорее всего, написан тот же самый. Ну, да, фактически все то же самое. Просто состав, вода питьевая, подготовленная, зерновые и солдовые дистилеты, выдержанные три года. Пищевая добавка, пищевой краситель, ну, сахарный кольер, естественно. Все, в общем-то, то же самое. Все то же самое, да. Состав спиртов, конечно, нигде не расписывают. Какие спирты, ну, с другой стороны, нам это, наверное, ничего не даст. Ну, да, все-таки в чистом виде мы эти спирты не пробуем. Хотелось бы, конечно, чтобы было соотношение солодовых и зерновых спиртов. Да, вот это могли бы написать. Да, ну, ладно. Что есть, то есть. Вот сейчас, кстати говоря, аромат, наверное, лучше всего раскрылся. Чувствуется такая очень приятная, вот, наверное, солодовость, что ли. Вот тут аромат, кстати, вообще принципиально разный, я бы сказал. То есть спирты однозначно разные. Причем вот этот вот три полгода заметно хуже. Согласен. Вот тут, наверное, как-то, может быть, не странно, по-любому, тут солодовых спиртов в составе меньше. Естественно, там, ну, 70 на 30, наверное. Зерновых 70, солодовых 30. Наверное. Но по аромату, как мне кажется, все-таки солодовые довольно сильно преобладают. А вот тут вот даже зерновые, притом, не самые приятные. Ну да. Я с тобой с вами бачу, потому что вот здесь такой аромат сладковатый. Не будем пока путать их. Давай сначала разберемся с одним напитком. С теплгутами. Да, тут будем разбираться позже. Сейчас сходим на резерв. Аромат немножко сладковатый. Очень приятный. Да, и действительно чувствуется в основном солодовое. Теперь ты какая-то такая... Вот тут цветочность есть. Да, да, да. Цветочность, наверное, фруктовость, фруктовость и ваниль, я бы сказал. Чуть-чуть вот уходит какие-то такие сладкие, растительные ароматы. Цветочные, фруктовые, немножко ваниль. Да, ваниль, можно какие-то еще специи, может быть. Даже какая-то небольшая количность, чтобы... Да, потому что такой сладковатый, терпковатый, чуть-чуть. Ну да, все-таки есть. Ну ладно, давай. Нельзя сказать, что тут чувствуется какой-то торф, в основном говоря. Ну да, торфинистости, конечно, тут немножко не хватает, но опять же, он и не должен быть в каждом. Может быть, небольшой такой легкий аромат. Он может быть прелого компоста, скажем так. Он может быть тут и есть в каком-то виде, но он вот так не ощущается. По крайней мере, я его не могу уловить. Вообще, тут доминирует такая приятная, сбалансированная, наверное, сладковатость, фруктовость. Наверное, все-таки, это букет тех сахаров, которые образуются в результате как раз простания зерна и процесса осложения, соответственно. Действительно, солдовые спирты тут чувствуются хорошо, приятно. Довольно сильно, Зерновые на заднем плане, соответственно. Ну и... В общем, все довольно сбалансировано, все очень приятно. Вот бочку как-то не особо чувствуется. Да, бочку, кстати. Да, в первую очередь, конечно, сырье спиртов за ним по себе. Да, выдержка особо не чувствуется. даже не особо, вообще. Ну да. Ну, попробуем на вкус. Давай. Вкус, конечно, не такой сладкий, не такой цветочный, фруктовый. Я бы даже сказал, такой немножко жестковатый. Вот во вкусе, кстати, наверное, бочка немножко сказывается. Да, бочка и торфемистый селедка есть. Да. Причем, получается, что в аромате и во вкусе как-то принципиально разные ноты, что ли. Потому что трофинистости во вкусе в аромате не было. А вот во вкусе она действительно появилась и точно так же с бочкой. При этом во вкусе я не чувствую ни ваниль, ни фруктовость. Как-то все перебивается именно вот трофяной бочкой. Так, скажем. Да, да, да. Немножко дающим торфом бочкой. Но вообще это хорошо, потому что вкус у него такой более мужской, что ли. Аромат у него довольно тонкий, довольно женский, что ли. Но отчасти сладковатый, тонкий, очень приятный. Кусы все-таки более не то, что жесткие, а более мужественные, выражены бочкой, выражены вот какой-то большой землистостью, большой конференностью. хорошо. Приятный, конечно, напитанный. Безусловно, хорош. Я просто хочу посмотреть, мы не посмотрели с тобой, как они между собой по цвету отличаются. По-моему, по цвету все-таки один в один. Я просто смотрю через бутылку, через бутылку тут более красноватый. Но это, наверное, все-таки стекло. Форма бутылки играет, да, плюс то, что вот тут надписи, тут все-таки они более красные, тут, наверное, бордовые, наверное, и за счет этого отсвечивает. Да. Так, они, в принципе, одинаковые. Разницы, по-моему, вообще никакой нет. Одинаково золотистые. Согласен, да. Причем, ну, довольно сильно, цвет такой насыщенный. Ну, да, довольно насыщенный, не конечный, конечно, но чувствуется то, что тут присутствует высоко колер, все-таки они такие более насыщенные, более темно-соломленного, пожалуй, что цвета. с Трипалудом разберемся в Сингомолконе. Вот Трипалуд, честно говоря, не самый приятный по аромату он какой-то сразу. То есть, вот тут сразу, бочка немножко проступает, немножко какая-то вот. И тут вот торфиная несколько на аромат менее приятная. И есть что-то в аромате не такое приятное, как, наверное, какая-то гни, что ли. Я не знаю, чем это вызвано. Ну, какой-то легкий аромат разложения. вот, что-то болотное, что-то, ну, даже вот не болотность. Вот именно что-то такое, как, ну, гнилое немножко, что ли. Это, конечно, присуще виске. Может быть, легкая плевость древесины, скажем, может быть. Может, это не что-то какое-то тухлятина, какие-то, нет, нет, гнившие овощи, фрукты, мясо, нет, конечно, аромат, наверное, какого-то разложения древесины, начинающего греть даже, но еще не сгнивший полностью. То есть, это не такой, совсем, милостный запах. да. Легкие нотки. Вот если сравнивать их, то, конечно, Family Reserve намного лучше по аромату. Да. Как минимум по аромату. Он намного мягче. Намного мягче, намного более приятный. Тут все вот это, цветочность, фруктовость, явно выходит на передний план, сладость. Ну, видимо, за счет смеси сахаров, в результате большого количества солодовых спиртов. Да. Ну, давай, попробуем на вкус. Вкус другой. К сожалению, я бы сказал, хуже. Во-первых, по спирту с ним даже хочется запить. Даже, я бы сказал, заметно хуже. Да. Но все-таки запивать его пока не буду, чтобы попытаться дать шанс послевкусие. Но он довольно жесткий. Да. Тут жестче чувствуется бочка. На самом деле тут есть какая-то дубильность бочковая и при этом много вот просто чересчур много торфянистости. Такое ощущение, что убрали все сладковатые мягкие составляющие, которые были при полноге. Действительно, как будто с торфом перебросили. Да. Как будто бы остался какой-то один из спиртов, грубо говоря, дистиллят, самогон, который тут же налили в бочку. это еще в чем бочка мускар тоже не самое лучшее. Такое ощущение, что может быть даже не первой свежести, то есть после чего-то. Нет, но она в любом случае после чего-то. Тут это хорошо чувствуется. То есть какая-то действительно гнилостная нотка приемящей древесины. Дай, пожалуйста, коробку. Это абсолютно другое диски. Смотри, Virgin Walk они пишут. Типа свежий дуб, American дуб, bourbon refill с добавлением ванили. Ванила? Меллоу, ванила, меллоу, что-то ты не знаешь? Меллоу, Я тоже не знаю. говори пока что-нибудь. Я пока к помощи Google-переводчика. Безусловно, абсолютно разные напитки непонятно почему они позиционируются как что-то вообще не то, что даже похожие, а одно и то же. Это просто неправда. Ну да. Все-таки Grand Family Reserve ну действительно такой более семейный, более мягкий. Время как здесь жесткие серьезные виски. С добавлением коричневого сахара это он действительно сам не перевел. Ну да ладно, это не суть. Ну в целом да, почему-то вот странно что они позиционируют это как одно и то же. Хотя почему странно? Не буду Жене говорить что мы у нас был хороший продукт, мы сделали продукт хуже, теперь довольствуйтесь им. С чем связано такое решение не совсем понятно? Не совсем понятно. Не хорошо отработанный вариант, потому что это другой напиток. его не оценивают фанаты старого фамилия резерва. То есть его в целом его можно пить. Он нормальный, но я бы конечно отдал предпочтение фамилия резерва. причем он более это явно лучше виски. Этот триповод какой-то ну виски я не знаю скажем так для извращенцев. То есть кому надоели уже основные купажированные виски, кто хочет что-то такое очень необычное попробовать. Жесткое, буковое, слишком негативное. И нетрадиционное совсем. Потому что это какой-то отход действительно. Ну что-то вот сейчас конечно фамилия резерв аромат у него сразу намного приятнее. Этим ароматом можно наслаждаться. Тут я бы сказал что наслаждаться было особо нечем. И во вкусе на самом деле наверное это то что требуется потом запивать. Да возможно в смеси с колой кому-то понравится. Я даже пробовать не буду потому что я точно знаю что в смеси с колой мне не понравится. Потому что виски с колой это лично для меня и для тебя тоже полная ерунда. Кому нравится ради бога я даже пробовать не буду. Потому что знаю что я тоже хуже. Мы абсолютно не любители каких-то смешиваний каких-то извращенных вариантов коктейлей. Это не для нас. В принципе мы подвели давай сейчас выпьем еще насладимся. Виски гораздо мягче гораздо приятнее в принципе и интереснее с моей точки зрения потому что состав спиков как будто более богатый более богатый там больше ноток действительно больше мягкости здесь убрали всю мягкость убрать может быть это проблема с поставщиками случилось отказался и поставлять свои спирты они думают ну ладно вот будет меньше спиртов сделаем ребрендинг молодцы что они сменили название что они не стали портить старый то есть старый у них скорее всего как я понимаю больше не производится у нас можно найти какие-то старые варианты которые уже давненько розыгры вот этот допустим розли в девятнадцатом году этот уже в двадцатом правда еще в январе 29 января двадцатого года ну да то есть пока что он еще продается я всем рекомендую им закупиться потому что возможно в течение этого года он уже пропадет с пол потому что его банально раскупят да ну причем этот вариант действительно просто-напросто на голову выше вот я бы три раза подумал на самом деле стоит ли брать новый грант тем более за его цену теперь давай кстати сориентируйся по цене стоят они в принципе одинаково он скажем так из доступного ценового сегмента хоть и не самый дешевый по меркам виски по меркам виски да то есть 0,7 вполне вот в таком вот варианте можно найти за тысячу теряет 1200 все что дороже это уже накрутка магазинов это вообще не рекомендует это можно найти подешевле вот тысяча 1100 оптимальная цена этот мы купили за 700 рублей но тут на 5 тут все таки не стоит забывать что разница в объеме на самом деле тысяча это нормальная цена для 07 да ну 1000 1100 сейчас тысячу можно было кстати вот года два назад мы когда частенько пили грант именно фамилия резерв мы покупали вот откуда у меня столько собственно бокалов точнее из под этого гранта потому что мы постоянно его покупали одно время и мы постоянно брали его за 999 фамилия резерв подарочного варианта и там было 075 в общем сейчас он немножко подорожал подорожал и вот именно за такую цену я бы с удовольствием взял фамилия резерв потому что я знаю что я беру я знаю какого уровня этот напиток а вот с 3 полугодом я бы честно говоря три раза подумал когда с 3 полугодом еще три раза подумать надо брать ли его потому что мне кажется что за такую цену можно найти виски значительно интереснее во первых во вторых если вы хотите какой-нибудь примерно такого уровня вкус можно найти виски дешевле то есть можно найти либо интеллект за ту же цену либо дешевле с примерно такими же вкусовыми качествами но с другой стороны все-таки наверное стоит сказать что он довольно-таки необычный и нетипичный может быть в этом его фишка найдутся какие-то ценители ценить или да все-таки мне он тоже понравился не очень поэтому действительно подумайте прежде чем его покупать ну да вот этот берите смело смело потому что вот две большие разницы хотя вроде позиционируются как одно и то же было бы даже интересно кстати говоря 3пол вудсер с каким-нибудь максимально доступным виски мы хотим через некоторое время записать видео про максимально доступные виски которые есть в наших магазинах настоящие шотландские именно разливающиеся в Шотландии и привозящиеся уже сюда в бутылках конкретно а не нашего розлива было бы действительно интересно сравнить кто повыше кто пониже уровнем потому что мне сдается что вот этот вариант действительно это уровень хочешь рояля например может быть да потому что достаточно бедный состав спиртов очень однобокий вкус однобокий аромат конечно феми резерв был явно на голову выше теперь боюсь что относительно бюджетный вариант гранцы перестанет быть одним из наших любимых виски которые будем брать и видимо придется искать какой-то другой вариант ну да ну и на сегодня наверное все что мы хотели сказать так что подписывайтесь на канал ставьте лайки жмите колокольчик и подписывайтесь на наш инстаграм на огромном вконтакте где мы будем выкладывать все фотографии все контур этикетки со всех выпитых напитков будет интересно будет что найти конечно всем пока до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...